привет народ в общем сегодня должно быть интересное видео как разводят на all x буквально вчера вечером и супруга решили подать объявление продать детскую коляску илюха подрос нам колясочка больше не нужна я так выставь продай ну сразу готовься что будет куча звонков таких типа вот ну вы поняли да о чем я говорю жена я не помню то ли вчера вечером подала объявление 0x то ли сегодня утром и вот сразу буквально через часочек там с утреца и перезвонили перезвонил молодой человек здравствуйте так и так очень хорошая цена на коляску полторы тысячи там рядом по три продают по три с половиной мы хотим купить мы где дело в том что вообще как бы детский дом малютка чтобы вы понимали поэтому ваша цена очень нам подходит мы бы хотели купить я верю дочка прям громко говорили чтобы наслышал это развод никаких отправок там без предоплаты громко влюшим он услышал нет 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 вы же передайте мужу мы согласны оплатить все наперед в общем по полной предоплате в общем давайте мы сбросим деньги на карту а вы отправите потом ну сразу же знаете я говорю жене что это развод она говорит почему я говорю ну потому что ты женщина и не понимаешь нужно связать сразу несколько не связанных вещей во первых сегодня воскресенье какой детский дом малютка во вторых сегодня выходной день 8 марта женщина где ваша логика почему мужики думают иначе сразу широкий угол знаете такой спектр зрения я связываю несвязанные вещи они не вяжутся она ой действительно ну в третьих он не спросил даже ну 8 марта сегодня как какой вдруг там новая почта не работает а большинство отделения не работает в городе наверно только одно работает в общем молодой человек думал что он попал на ну вы поняли да на кого я говорю ладно давай короче попозже мы сейчас узнаем позвоним говорю специально громко так говорю чтобы он слышал узнаю я позвоню на почту работает ли отделение у нас или нет в общем да давайте перезвонить он перезвонил где-то через полчаса я рюда отделение работает можем короче попозже завести но мы сейчас говорю немножко будем заняты давайте часа через два потому что у меня там свои дела часика через два да и вот он буквально сейчас перезвонил жене я говорю ну когда будет людочка жди когда будет нужно подойти к банкомату и что-то указать она то не ну это ж навряд ли я говорю давай поспорим звонит только что мы вам готовы уже все деньги перевести я бухгалтера уже все в общем дал ваши реквизиты номер карточки вашей бухгалтеру она готова перевести но нужно там что-то указать давайте же узнаем что нужно указать в общем мы сделаем такой небольшой спектакль для этого молодого человека специально смотрите мы вот так вот сделаем 1 так что тут у нас не он тут у нас вот давайте мы заведем машину вроде как мы едем и сейчас будем ехать банкомат кстати номер если кому интересен день добрый алло день добрый там жена что-то вам звонила по поводу коляски молодой человек я никакую коляску не буду отправлять без предоплаты не надо это самое я уже отправлял так комбинезон и потом возвращал его за свои деньги да 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 я за рулем немножко а у нас гаишники поэтому я сейчас секундочку подождите проеду все есть что вы хотели да а не но если всю сумму то без потому что прошлый раз комбинезон отправил слышишь он открыл посмотрел и говорит короче не не понравился не комбинезон я короче 80 гривен платил за обратный путь еще а у нас здесь сейчас я понял секундочку у нас здесь очередь шаша нужно говорить что для этого нужно здравствуйте у вас можно секундочку девочки еще раз подождите секунды женщина можно я подойду хорошо и слушаю вас да 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 от чего нет нет не получал я ничего давайте я вам коротко одессе чтобы имели представление смотрите у нас прямая фиксированная форма оплаты то есть сами понимаете денежные средства будете получать на банкомате приват банков там есть такой раздел центр денежных переводов заходите туда вот там две папочки отправить перевод и получить перевод вы заходите в папочку получить перевод я со своей стороны подтверждаю платеж вам зачисляются денежные средства после чего банкомат вам в обязательном порядке выдаст чек о том что я плане рассчитался указанной суммой это чек вы отправите нам вместе с колясочкой он мне нужен для отчетности перед руководством да вы что ну вы не себе коляску покупаете какое руководство я не пойму это мы купляем на дом малютку а не ну на дом малютку ну да ну в принципе ладно так что от меня нужно но минут через пять давайте я сейчас просто я сейчас просто буду возле банкомата минут через пять хорошо серебра можно продю ну конечно да да добро да серёг я пройду можно короче мы сделать сейчас минут пять паузу но и перезвоним еще раз этому товарищу мне интересно просто на какой он зоне чалица войну вы представляете да в общем в общем в общем в общем в общем пошумим короче ладно так нам что нужно чтобы мы ну прям немножко подыграли молодому человеку да это меню банкомата приватбанк как выглядит окей google приватбанк меню банкомата вот так когда нам нужны картиночки вот видите пользуюсь часто очень этой истории так картиночки нужны давайте позвоним молодому человеку сейчас я хлопну дверью и приняну алё 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 да 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 я сейчас не буду её подхожу девочки у вас по словам можно да да это я девчонкам в банкомате возле банкомата девчонки тут стоят уже свободно или банкомат это или нет что там нужно сделать это 1 тысячи 500 гривен очень хорошая цена для вас соседние там посмотрите там два раза больше ценники просто уже подрос сынок сколько чё она куда коляска без повреждений без ничего все нормально да тут никого нет тут я один карточку так подъезжая какой становится ставить подождите 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 что-то ай это мой пин-код я свой пин-код вожу просто на жены карточки секундочку я забыл выберите операцию дальше не у меня здесь на окне выберите операцию дополнительные услуги благотворительность смена пин-кода пополнение я понял ну тогда подождите у нас сейчас я посмотрю если в банке просто на улице там толпа вечно не хочу на улице морозится и холодно а в помещении здесь девочки еще банкоматы туда дальше сейчас подождите тогда секундочку отдай карточку так можно так секундочку да 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 сейчас веду пин-код потому что я путаю свои жены вечно так все мои настройки мое меню изменить лимит привязка добавить привязка дополнительной карты здесь такого нет здесь есть поменять пин-код указать основной финансовый номер мой язык меню ай господи это у вас тоже не банкомат а гибрид да какой гибрид но я возле банкомата стою я здесь деньги снимаю внутри у девчонок нет в этот банкомат и снимают и ложат деньги а вам надо тот который вам предоставит только денежные средства ну это такое ну вот он я не знаю может что тут ну нет 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 это не такой у вас банкомат слушайте ну на улице там толпа такая там вечно у нас очередь там два банкомата и вечно на станции когда зарплату получаю там ну я не хочу там стоять полчаса ну а обязательно вам эти чеки и квитанции что ли или что ну конечно конечно да там толпа вечно у нас просто два банкомата на улице и на станции зарплату когда дают там ну смысла нет вставляйте карты вставляйте вашу карту так она вставлена у меня мое меню изменить лимит выдача наличных привязка дополнительной карты назад поменять пин-код указать основной финансовый номер вот что я вижу на экране мой язык меню русский я выбрал русский все по-русски у меня да запрос остатка баланс карты есть есть да заходите на чек на квитацию еще раз нет тут никакого чека тут просто 18000 и все ничего больше ну в главное меню заходите слушайте ну я в главном меню сейчас вышел да а сейчас одну секундочку загружаю на оплату так оплату у нас полторы тысячи день правильно да загружаю на оплату 2500 гривен отдадите на новой почте девочкам за пересылочку а заявочка успешно завершена выдача наличных есть нету ничего что пишет ничего не пишет просто ну я стою возле банкомата карточку вставил ничего у меня ничего тут не происходит банкомат что пишет когда тем коды ввели мое меню изменить лимит выдача наличных я ж вам диктую что же ну выдача наличных правильно выдача наличных ну так я ж нажал выдача наличных инча сумма другая сумма не не другая 18000 у меня здесь нет две тысячи указывайте две тысячи да ну две тысячи дальше далее продолжить продолжить да а вот да вижу выдал денежные средства нет что пишет пишет отказ в операции пишет отказ в операции выдача наличных я ж вам говорю заходите опять выдача наличных зашли ну да теперь что пишет 18000 и все деньги мои на счету я вижу только и сейчас сумма другая сумма есть ну есть заходите ну захожу две тысячи две тысячи ввел да далее 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 согласится ну я нажал далее все и кружочек крутится отказ в операции опять кружочек долго крутится и отказ в операции пишет да это вам надо банкомату тот что на улице я понял то давайте вы мне просто деньги на карту так кидайте и все я вам скриншот сделаю потом или чек распечатаю просто нет так не получится не получится да нет конечно я понял а на какой зоне чалишься братуха от чего ты взял ну то так думаю что нормальный человек детским домом прикрываться не будет только только что совсем уже загнанный в угол наши барышки да ну я думал что да оказывается видишь хуже бывают случаи что ж так совсем тяжко или что а чему взяли совсем тяжко ну что мамочек коляску мамочка если продает коляску это ж ну ты же понимаешь что не мужик бухать и продает то есть 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 люди из слои населения у которых как говорят знаешь воровать немножко в западло не нет не знаю такого у тебя нет такого то есть ты даже даже по понятиям не это самое не понимаешь да что можно что нельзя по жизни делать мужик платья не продают но ты с коляску отправляешь и продаешь шо шо ты с коляску продаешь отправляешь ну да так что дальше нажимать говоришь банкомате а уже я банкомате уже карточку уже карточку поставила ну да так 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 ребенку купить другие какие-то вещи ну что может просто от того что она уже не нужна использована я понял ну можно было бы найти ну понятно что у вас там фильтр другой можно было бы найти что то поинтереснее я думаю ну да хотя мамочки они самые доверчивые согласен ты только позвонил только телефон зазвонил утром я сразу сказал Люда может не поднимать трубку это развод она говорит о ней я говорю ну 8 ты же понимаешь 8 марта выходной день воскресенье какой детский дом малютка ты о чем говорю ну ты женщина ты не не можешь связать не связанные вещи это слегка элементарно она да вот вот поэтому вы мамочки разводите потому что они уши развесили и слушают вас а мужик сразу определяет что почем еще куда да и мужики тоже выкаются не тоже да есть ну конечно ну понятно рогу ли хватает да вот сегодня мы не одну мамку не обманули а вот мужика обманули я бы намного да нет ну вы по мелочевке я смотрю я тебе 18 назвал мог бы что ну хотя откуда туда 2000 уже я тебе специально 18 назвал думаю чтоб ты начал думать что куда как как бы прикрепить остальные полторашки еще а потом было бы все да да ну конечно я понял ну ладно давай будем дальше искать колясочку давай братуха на ютюбе себя можешь найти сегодня через где-то через полчасика через пол я зайду обязательно гляну а ты ж не спросил да да так можешь запомнить скимон руслан кто кто скимон руслан одним словом забей в ютюбе и посмеешься хорошо давай давай короче народ вот так вот видите говорит мамочку ни одну не развели а мужика одного развели в общем будьте бдительны включайте главная логику то есть это ну все просто вывести на чистую воду догадаться просто нужно видите да просто быть более внимательным женщины жена сразу я продам коляску все я говорю какая куда ты продашь кому ты продаж говорю людочка ты шел а на ней все позвонили из детского дома я говорю ну ребята конечно да прикрываться детским домом малюткой знаете это не очень хорошо так что не знаю как там тебя зовут дружище но меня и тактику ну потому что это просто ну не по понятиям хотя бы видите вам вам же как бы нужно войти в терресса в доверие одесский дом малютка жена сразу такая да одесский дом я бы даже им целом говорит скинула представляешь я говорю да скинь а он с тебя потом он если узнает что на карте больше есть он с тебя попросит еще скидочку не переживай добавить 500 гривен сразу он как услышал что 18 на карточке сразу 500 гривен девочкам дай горит типа от нас запересел в общем народ не дайте себя обмануть будьте внимательны и не попадайтесь на разводы вот таких вот веселых ребят на сегодня все если видео было полезным ставьте пальцы пока пока увидимся алло слышь братуха я тут ролик смонтировал хотел спросить ты не хочешь фотку свою прислать я на картинку поставлю на заставку нет 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 конечно не да конечно не нужно догонить это для тебя уже будет слишком популярно нет для меня нет для тебя будет популярно скиман руслан скиман руслан скиман руслан да 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 сейчас ролик смонтировал уже короче через минут 20 он будет уже на ютюбе ну отлично сейчас посмотрим добро давай добро давай давай короче народ не хотят пацаны фотку присылать ну идите я честно хотел поставить фоточку прям чтоб сторона знала своих героев но не хотят ладно значит что то придумаю сам на превью картинку да алёха хотели у мамы твою колясочку отжать представляешь негодяи давай да да не а да да да